Всем привет! С вами я, Алиса. Рады вас приветствовать на моём канале. Сегодня мы посетим магазин Левый Леонид. Это продуктовый магазин. И тут есть также и игрушки. А то, смотрим, что под на куклу тот, чем меня поймёт. Итак, сегодня мы посмотрим, какой ассортимент появился на конец лета 2017 года. Оценим, пойдём. Наконец-то я подошла к стенду с игрушками. Тут разные настольные игры. И есть также подделки. Ух ты, надо же! Какая же русалка большая за 6 евро. И уверена, какая же она некачественная, ещё упортая. Вдобавок её лифчик, вот эта вот прямом бассе, выглядит как-то не очень-то и симпатично. Да уж, китайцы вытворяют как могут. А ещё за 3 евро можно найти такую девчонку в пакетике. Не буду её доставать. А ещё пупсы. Мини-феечка. Ооо, какие у неё глаза. Кто-то уже попытался достать её, видимо. А, вот за меня кто-то уже потрудился. И манекен Сити Урбан Доу достал. Начнём с вами с Мальчирского. Так, Нёрф разный. Человек-паук. В том числе и куклы. И даже есть Бэтмен кукла. Судя по всему, какая-то новая, потому что в других магазинах я не видела. И тут написано по-русски. Ну, действительно, что может быть лучше этого. В общем, тоже какой-то жусти-слик. Чёрный паук. Это, конечно, класс. Первый раз такое вижу. Разные фигурки, в том числе и трансформеры. И, наконец, Мстители. Ну, их я всё время в каждом магазине не вижу, кроме вот этой девушки. Какие же у неё волосы у неё не очень. Мягко говоря, чёрная вдова. Ну, и, наконец, стеллаж с куклами для девчонок. Ассортимент тут намного больше, чем в других вообще магазинах. Крым-пуре в Ашане, как-то мало. А тут действительно неплохо. Я ещё нашла такие вот наборчики Wonder Kids с брюнеткой и блондинкой. А в наборе у неё у одной лошадка, а у другой есть велосипед с питомцем. А правее ещё девчонка такая же с коляской. А вот это уже подделка под Винкс. И какая же у неё бордовая помада. Жесть. Но, в принципе, мне нравятся её волосы, но не нравится их качество. И прошивка отсюда видно. Да и качество её волшебных туфель оставляет желать лучшего. Тут очень много поняшек. Майли, Талпони. Глаза разбегаются по полной. Вот и Пинки Пай за 26 евро. Также вот такая вот лаборатория. Астроном и Рулем за 16. Рерити. Кстати, этот шкаф мне очень напомнил Ever After High. А вот и мои Литл Пони маленькие фигурки. О, напомянусь коробка. Ещё одни фигурки. Пинки Пай от Hasbro. Они уже стоят 9 евро. И такую я вижу первый раз. У неё очень клёвые очки. Также вот такой вот набор за 27 евро, где Пони катается по какому-то шкафчику. Вот такая вот большая поняха стоит 19 евро. И это тоже фотофиниш, которую мы видели пару секунд назад. Флаттершай со своим домиком за 18 евро. Правее мы видим Applejack. Вот в таких вот чемоданчиках можно приобрести таких вот милых пони. Есть фиолетовая, Princess Twilight Sparkle и Applejack. Наверху на My Little Pony я заметила Monster High. И как я вижу, это Фрэнкиштейн. Ну а монстряшку чуточку позже. Правее я вижу Little Spad Shop с новым оформлением. А также вот такие вот коробки. Там вообще настолько маленькие, крохотные зверюшки. Жаль, что я не могу достать до этих упаковок, потому что слишком далеко. Я просто, ну, не дотягиваюсь. Ниже полочкой также есть My Little Pony даже с паровозиком. А вот такие вот упаковки в форме кексиков меня просто забавляют. Туда можно прятать куклу. Действительно. Чем бы еще заняться? Капкик, сюрприз. Ага, сюрприз. А вот и шопкинсы. Они лежат в таких вот баночках, как будто бы я только что вышла из аптеки и приобрела какие-то медикаменты. Хе-хе. Ууу, Little Spad Shop стали еще меньше и размером с мой палец. Тут я вижу троллей. Непонятно какие. Сюрпризики. И вот такие вот. Ой, 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 ой. Кстати, я до сих пор не посмотрела этот мультик. Хм. Кто смотрел, пишите в комментарии. Делитесь своими впечатлениями. О, Леди Баг и Супер Кот. Чокер. Или не Чокер. Да, да, Чокер. Хм. Вот я наконец-то нашла Little Spad Shop. И как я и говорила, у них новое оформление. Хм. Такое вот все в бирюзовых тонах. И теперь можно даже потрогать этих зверюшек. Нормально. Золочаем делать пластик. О, мне нравится вот этот лисенок. Очень похож. В общем, прикольно. Ниже я вижу Sparkle Girls Rainy Day. То есть вот она попала в дождливую-дождливую погоду. И в наборе у нее зонтик. А еще есть такая зимняя феечка. Дорожите, мы уезжаем в лето. Мы на Таити. Как же их там много удачек. Мне очень нравится это оформление. Вообще кайфная такая вот штуковина. О, какие они маленькие. Я это все думала. Ой, как бы не потерять, как бы не потерять. А тут еще меньше. Этот набор с золушкой аж запылился. Вы видите пыль на нем? Я вот вижу. И это выглядит не очень-то и симпатично. 35 евро такой вот набор. А правее есть Ариэль. Дизайнер. Также куклы Фроузен. Холодное сердце Анна в бюджетной коробке. И в большой коробке Эльза. Ну и стандартный набор с Анной и Кристой. Чуть ниже. Уже более упрощенные куклы. Тут есть и Меридо, и Белоснежка. И даже вот еще одна Эльза в другом обличии. Также Белль. Еще одна Белоснежка. Такие куклы стоят по 15 евро. Правее я вижу уже фигурки. Которым можно крутить вот так вот подол платья. Да. Тем самым можно наблюдать разные картины. Хорошая задумка. Такая вот Барби. Отличный подарок на день рождения. Что самое интересное. Тут можно подписать на карточке инициалы того, кому вы дарите. Это огромный плюс. И вы, к счастью, производитель предусмотрела это. Какой у нее клёвый подарочек. Также я вижу Барби невесту и её жениха. Здравствуйте, здравствуйте, сердечки. Ага. Барби Fashion Style за 18 евро. Мод люкс. Да, люксовая мода. Отлично. И всего два варианта, но три куклы. Вон я вижу ещё и блондинку. Мы to move. И каким образом тут затесалась эта девчонка, не знаю. В любом случае, она тут лежит за 25 кукол. Также куклы Video Gaming Hero. Мне нравится её джинсу. Барби с анимашными лицами. Вдалеке там тоже много кукол, но достать я их не могу. К тому же повторки. А вот это уже Барби Dream Top. За 22 евро. И вот ещё одна девчонка. Она уже 19 евро. Почти у всех закончился сезон. Вообще купальный. Но у Барби он продолжается в коллекции Dolphins Magic. Такие у девчонки, кстати, красиво. Очень похоже на Briar Beauty. Какие у них хвостищи-то. А вот у этой нет. Зато дельфин. Который машет хвостом. О, тише, тише, тише. Завёлся прям. Рядом с куклами DC Super Hero Girls. Так, в Wonder Woman я нашла вот такой вот классный мопед. Сидит на нём моя любимая кукла из коллекции Made to Move. Вот молодцы. Выпускает столько всякой всячины. Например, из Starlight Adventure тут есть вот такой вот замок. Который очень похож на Briar Beauty из серии Troncoming. Разные бюджетки Барби, в том числе и фэшнисты с Dreamtop. Они стоят приблизительно по 10-16 евро. Какая повариха, деловуха. Феечки, феечки. И ух ты, фигуристка. Хороший ассортимент. Доктор. Ну и фэшнисты, в принципе, они старенькие. И мы их видели в Ашане. Такие зверушки можно приобрести по 6 евро. И картон отлетел. Эх. Барби Спайс Кварт. Носик-то большой. Только сейчас заметила на этом. Кен, что ли? Да что ж такое-то? Они все отлетают. О, бред. Так, еще одна Барби. Кен, Кен, Кен. Ага. И вот Дракулавра, что он тут делает без шарниров в руках. Сюда завезли кукол Бьюйорк Бьюйорк, что является уже достаточно редкими вообще экземплярами в коллекции у Монстр Хай. Поскольку раньше они продавались везде, сейчас же их тоже придется поискать. И тут есть из бюджетных кукол только Клодин Вульф. У нее даже вот что-то смазано на коробке, если вы можете заметить. А также есть Мауседес Кинг, просто с явной кривой печатью глаз. Мауседес 36 евро, а Клодин 28. Вдалеке я еще заметила LED. Или LD, ну в общем вы меня поняли. Итак, я вижу уже Фрэнки Штейн за 18 евро, судя по всему, отелье, так сказать, дизайнер-бутик. У него вообще беда-беда с глазами, это явно криво все напечатано. Также я вижу Фрэнки Штейн из коллекции Great Scary Reef. И, ооо, ребят, прикиньте, там еще и Торели есть. Черт возьми, да как такое вообще может быть? Офигеть, и это стоит 19 евро. Правее я вижу Laguna Blue из коллекции Welcome to Monster High. Дракулауру, типа First Day at School, первый день в школе. Перевыпуск Фрэнки Штейн базовый. Фрэнки Штейн без шарниров, в руках и ногах. Чуть ниже я еще вижу кукол из коллекции First Day at School. Тут даже есть Ари Хантингтон. Фрэнки Штейн, вот у нее хорошая печать. Это радует. Особенно вот у той, которая находится вдалеке. Потрясно просто. Также я вижу Дракулауру за 21 евро. Можно купить Дракулауру 2 в 1 с крыльями. Там они валяются в навалку. И вот Laguna Blue из коллекции Shriek Wrecked. Или как я шутила, Shriek Wrecked. Также есть и Рошель Гойл из этой коллекции. У нее, кажется, опять что-то там отлетает. Хорошо они заклеивают так, что все отлетает. В общем, такое за 26 евро. А еще есть Дракулауру из коллекции Welcome to Monster High за 23. Правее Твайлон и Клодин Вульф с классной так же печатью, как это Фрэнки, за 20 с чем-то евро. С коллекцией Electrified. А еще сюда привезли Welcome to Monster High Муанни Кутикей, Клодин Вульф и Муанни Кутикей еще одну. Из коллекции Electrified тут есть еще и Фрэнкиштейн Волтейджерс за 25 евро. Там их парочка штук лежит. Рядом с Monster High расположились Wonder Woman от DC. Внизу еще куклы DC Superhero Girls Wonder Woman за 26 евро. Вот с таким вот щитом в наборе. Базовые их выпуски Starfire, Bumblebee, Supergirl, Badgirl. И, наконец, мы видим упрощенные совсем-совсем версии без шарниров. И с таким молдированным телом под комбинезон супергероя. И тут два варианта. Еще тут и есть Кент Фэшнистас. Два варианта. Ну, Hot Wheels и... Hot Wheels уж даже появились в Wonder Woman. Обалдеть. Насколько я знаю, этот мультик вообще крутится. По всем телевизионным программам, особенно детским. И прям все фанатиры жутко от Кэтбоя, от Улет, что ли так. И Джека, я не знаю, как их зовут, но, наверное, так. Вообще, ассортимент увеличился и раза так в четыре с того моего прихода. Подвезли специально для видео, как будто бы. В целом, ассортимент этого магазина очень уж большой. Я ставлю магазин для Клеркса ассортимент. Огромнейший лайк. Надеюсь, вы тоже. Пишите, понравилось ли вам видео и насочарованы ли вы или нет. Мне тут совсем вот случайно вспомнилось, что как-то года четыре назад я сюда заходила, и я тут видела Стеллу Винкс, причем моделовского такого выпуска. Я так удивилась вообще. И она, причем, была по скидке, и надо было брать. Но я тупанула и не взяла этот эксклюзивчик. Это ж я. Я всегда покупала вот такие вот ручки. На самом деле, это класс, очень практично. Смотрите, как же много фломастеров. А такие ручки, ну, просто очень практичные и идеальные. А про эти я уж совсем молчу. Одна штука стоит 3 евро. Посмотрите на этот ананасик. Вы не находите в нем ничего странного? Как бы ничего, что он гибрид. Эээ, нормально, нормально. И вот еще один такой каеф. С двумя этими кустиками. Хо-хо-хо. О, вот это бы я очень хотела попробовать. Такое мягенькое. Вот такой ассортимент кукол, для именищих игрушек тут есть. Что я могу сказать, он намного больше, чем в том году. И это очень радует. При том, что в других магазинах, даже и кушечных, ассортимент заметно падает. А тут прям огромная радость. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И пишите в комментарии, так ли это или нет. Всех вас очень-очень люблю. Субтитры сделал DimaTorzok